Здравствуйте, мои дорогие зрители! с вами школа рукоделия и сегодня мы вяжем вот такие вот слитки как украсить я еще подумаю вот для начала вяжем основу нитки у меня вот такие вот вы пожалуйста подберите по толщине это примерно 150 160 метров 100 граммах всего нужно 100 граммов два вот таких вот нотка по 50 грамм то и на и спицы номер четыре набираем тридцать шесть петель 36 и вяжем лицевыми петлями вот такое вот ровное полотно мы вяжем без изменений лицевой и изнаночный ряд лицевыми петлями платочной вязкой вот она у нас такая здесь здесь лицевые петли кромочная и изнаночная вот такое вот полотно мы вяжем вверх без изменений ровным полотном рисовым так девчонки и теперь определяемся с размером кто смотрит давно тот знает что длина моей стопы 24 сантиметра длина вязания вот по от этого полотна 14 сантиметров и ширина 18 сантиметров то есть 14 сантиметров это длина вашей стопы минус 10 сантиметров поэтому вы меряйте по длине своей стопы теперь мы будем делать убавление в начале ряда и в конце ряда перед и после кромочной вначале кромочную снимаем провязываем 2 вместе вяжем до конца ряда убавление будем делать в каждом лицевом ряду то есть через ряд так и вот она наша кромочная и перед кромочной мы провязываем 2 петли вместе и продолжаем таким вот образом следующий ряд вяжем без изменений в третьем ряду то есть если считать вот это первый ряд мы сделали убавление 2 в нечетном ряду мы делаем убавление четный ряд вяжем без изменений то есть здесь у нас будет получаться вот такой вот всего сделала сокращение 15 раз и осталось у меня на спицах 6 петель и теперь мы будем делать добавление вот смотрите у нас 6 петель на спицах добавление делаем из протяжки вот это ниточка видите между петлями и и я одеваю на спицу и вот отсюда вытаскиваю петлю вы конечно можете сделать из воздушной петли но предполагаю что там будет больше дырка поэтому советую вот еще раз показываю вытаскиваю одеваю теперь вот как бы из этого делаю петлю чтобы минимализировать дырку здесь в этом месте я делаю и добавление из протяжки один раз я сделала добавление второй раз третий раз я уже добавила 6 петель на спицах у меня 12 петель 1 2 3 4 5 6 12 теперь продолжаем ровное вязание три раза я добавила по 2 петли вначале в конце ряда всего 6 петель теперь вяжем ровно без добавления вот такой вот у меня здесь фигура такая вырисовывается продолжаю вязание те всего я провязала 14 рядов рядов ровным полотном пришлось мне привязать нитку здесь вот видно это плохо вот старайтесь чтобы нитки здесь не было привязаны потому что видите очень видно на таком видном и еще раз повторюсь 14 рядов лицевыми петлями я провязала и теперь я делаю снова сокращение как сделала и делала вначале после кромочной провязываю 2 вместе и вяжу до до конца ряда и перед кромочной тоже 2 вместе изнаночный ряд без изменений лицевой ряд снова делаем убавление последний раз то есть три раза я сделала убавление на спицах у меня остаются 6 петель как и здесь еще вижу изнаночный ряд не все петли закрою смотрите что вот этого у вас не было девчонки очень видно потом видите на видном месте это у меня будет где-то вот здесь вот узелочек не делайте такого если видите что не заканчивается это здесь вот здесь вот поменяйте лучше чтобы не было вот таких вот нюансов как у меня здесь так закрываю все петли по длине и нитку отрезаем чтобы было чем сшивать и продеваем нить в иглу стол с толстым ушком вот такая вот у меня конструкция смотрите девчонки вот она видите вот и все целая наша конструкция подошло время сборки девчонки вот смотрите проделая эту нить в иглу вот это вот место видите где у нас начались сокращения и вот этот край мы совмещаем вот так вот теперь здесь хорошенечко я это все дело прошью и закреплю так далее где у нас самое маленькое место здесь вот в этой детали здесь мы делаем сгиб и его я тоже буду фиксировать булавкой это все я делаю для того чтобы легче было шить теперь вот смотрите вот эта часть у нас больше поэтому мы вот так вот разно равномерно распределяем и пришиваем то есть нижнюю часть мы при посаживаем это для того чтобы придать форму потом этому следку и отлично доходим до конца здесь я уже булавку достаю чтобы не мешало прекрасно так одна сторона готова и вторую я тоже начинаю шить сверху чтобы равномерно все при посадить вот этот вот краешек сопоставляю с этим углом и делаю то же самое закрепляю вот дошила я тоже до конца те здесь делаю узелок нить обрезаю так и сзади осталось там сделать боковой задний шов если у вас есть достаточно нити которая осталась при наборе сшивать будем ей если нету продеваем новую нить и сшиваем заднюю часть вот слитка вот складываем пополам отлично и когда в конце у нас вот остается где-то полтора-два сантиметра я эти последние петли соберу на нить и стену вот таким вот образом чтобы образовалась тут красивая пятка все закончена наша сборка теперь выворачиваем и осталось нам просто обвязать довести и украсить этот следочек так обвязываем девчонки контрастной нитью столбиком без накида по краю в каждую кромочную так вот я продеваю и провязываю и вот так вот по краюшку до конца так вот мои хорошие обвязали мы пер нитку проденем на изнаночную сторону и теперь осталось украсить украсить вы можете по своему усмотрению можете сделать сюда помпон можете цветочек лепесточек что угодно завязки вот я решила вот такой вот бантик который у меня уже был на канале для бантика я набираю на спицы 16 петель 16 и теперь вяжу платочной вязкой то есть лицевой и изнаночной ряды лицевыми петлями все точно так же как на основной на самих слитках вот такой вот кусочек полотна вот провязала я 14 рядов теперь все петли закрываем берем иглу с ниткой основного цвета делаю узел и в половине вот этого полотна я продеваю иглу таким вот образом еще раз перестягиваем и просто обматываю вот эту вот вот этот бантик видите стянула хорошо обмотала чтобы сделать середку красивую вот так вот и здесь я сделаю узел прикладываю слитку и пришиваю по центру вот эту часть просто прикрепляю ее как-то так теперь вот эту нить я проделываю иглу и пришлю сам бантики все немного так придаем ему визуально объем вот так вот как бы чтобы он выглядел таким пышненьким вот несколькими стежками просто пришиваем увидите чтобы он был как бы такой объемный бантик не был приплюснут вот эту нить я обрежу и заправлю вовнутрь она мне не понадобится мне хватит этой вот и все девчонки на этом наши слитки готовы очередные одеваем вот такие вот у нас слитки а я с вами прощаюсь с вами была века и школа рукоделия ставим лайки и подписываемся на канал всем пока-пока